Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Иван Демичев, и сегодня уже традиционно на прямой интернет-видеосвязи у нас гость. А гость не простой, а гитарист замечательной команды Каталепси. Антон! Антон, привет! Привет! Как настроение? Все отлично, весна, более-менее тепло уже. Конечно, ребята наши эндорсеры, и, к сожалению, Антон сегодня один, не смог быть его коллега, второй гитарист. Но ничего страшного, мы сегодня пообщаемся, так сказать, за двоих, за двоих музыкантов. Ребята активно используют оборудование АМТ Электроникс в своей концертной деятельности, может и в студийной, я еще не знаю. Скажи, пожалуйста, Антон, вообще как-то получилось, что вы начали работать с компанией АМТ Электроникс? Ну, использовать оборудование АМТ начали задолго до того, как начали сотрудничество, причем именно Дима мне, собственно, посоветовал попробовать. Я началось все, не то чтобы началось, этот путь был пройден очень длинный, с самого начала увлечения тяжелой гитарой и тяжелой музыкой, через дешевые примочки, через дорогие примочки. То есть я не будет преувеличением, если я скажу, что процентов 90 всех преампов, каких-то напольных, всего, что есть кнопочки и у чего есть ручки, я попробовал в попытках найти хороший звук. И всегда что-то одно получалось, либо, например, у меня была примочка такая MXR Double Shot Distortion, двойной Distortion MXR, дорогущий, черный, с двумя кнопками, с кучей ручек. Он круто звучал на сцене, но в одиночку он звучал просто омерзительно, невозможно было накрутить нормальный звук. Или на репетиции он звучал тоже отвратительно просто. Вот одно место, где он хорошо звучал, это на сцене. Он нравился звукачам, больше он никому в мире вообще не нравился. Или у меня была примочка, например, Line 6 Super Metal, здоровая такая, тяжеленная, хреновая, но тоже достаточно дорогая, очень страшно выглядящая. Она звучала шикарно в одиночку, и казалось мне, что она классно звучит на репетиции. На концертах ее вообще не было слышно, оказалось, что это один песок, вот я на этой педали узнал, что это такой песок. Вот сплошной песок, ни одной ноты было непонятно, ничего не понятно. Вот, потом, по мере какого-то там продвижения по музыкальной карьере, я выяснил, что существуют ламповые усилители, что вот у них есть разные марки, что практически там в любой втыкаешься и звучишь нормально. И на репетиции, и на концерте, вот, и песка там нет вот этого, и более-менее можно нарулить звук, чтобы было все слышно и одновременно тяжело. Вот. И одновременно пытался пробовать различные педали и преампы, чтобы как-то повторить этот звук. Вот. И коллега, как раз Дима, наш другой гитарист и мой друг большой, посоветовал попробовать АМТ. Собственно, очень недорогое оборудование и продается в куче магазинов. И почему-то до этого незаслуженно было обделено вниманием. Вот. Я попробовал, и все, собственно. И вот на этом я остановился в поиске преампов. Во-первых, я как следует выбирал среди всех АМТ серии LA-1 и LA-2. То есть я до этого знал заранее, что мне интересен там либо Богнер, либо Кранк звук. Вот. И все я попробовал, послушал, посмотрел. И уже твердо я убежден, что вот именно звук B1 абсолютно меня устраивает и вживую, и на репетициях, и во всех, в любых вообще условиях. То есть вот эта коробочка, не знаю, видно ее или нет, я тут все попереставил. Малюсенькая коробочка B1, которая не стоит практически ничего. Вот эта вот крошка способна очень на многое. Это я вам гарантирую. Я на ней выступал и в маленьких клубах, и на очень больших сценах, и в Европе я. Даже хоть и было ламповое оборудование, там и все по райдеру выставлялось. Не едко, но ради прикола или просто чтобы испытать, я втыкался именно в ретерн головы, именно с преампом B1. И звучало все прекрасно. Это можно послушать, там много записей на ютубе с различных фестивалей. Скажи, вот твои впечатления по поводу грелки, по поводу хитера. То есть, не знаю, доводилось ли или не доводилось сравнить, что называется, в лоб со всем известным тюб-скримером? Приборы похожи, но хитер гораздо злее мне показался. Его, в принципе, можно как отдельный овердрайв использовать, даже практически как дисторшн. Ну, если высекать как следует, то можно вообще одним хитром ограничиться. Хотел уточнить, собственно, а почему ты все-таки решил использовать именно такую цепочку, как преампы, а, допустим, не какую-нибудь свою гитарную голову? Своя голова это прекрасно, конечно, но в российских условиях с ней делать особо нечего. Можно выступать с ней в Москве, ну, то есть в своем родном городе. Там отвез ее до клуба, поставил в клубе и все. А в туре, ну, не в туре, а использовать это на выездные выступления достаточно проблематично, потому что головы обычно это тяжелая вещь. В самолет ее брать это отдельное багажное место, и опять же, если башка ламповая, то она хрупкая, если не ламповая, то просто платить за отдельное место. То есть экономически это целесообразно, только если ты чешешь штуру на автобусе из своего родного города и вот по стране и обратно. Тогда, да, имеешь свою голову, она работает. А в моем случае она бы лежала дома, и, в общем-то, для дома это избыточно, а для концертов это слишком редко. Но Дима у нас использует Stone Head. Вот он купил, попробовал и полностью доволен. И она весит 5 килограмм, если не ошибаюсь, или меньше. Он в сумке ее возит, в принципе, и на концерты, и в другие города, потому что он проходит как ручная кладь в салон самолета. Вот, Дима берет ее в салон. Ну, и туда еще несколько каких-то там вещей, шмоток и пара примочек помещается. Собственно, весь свой сет он берет. А я использую разные эффекты, поэтому у меня целый педалборд, поэтому у меня нет возможности брать в салон еще и голову. Я беру педалборд, и в нем, собственно, весь мой звук. Давай раскроем маленький секрет. Многие, кто нас смотрит, наверняка думают, что Каталипси это просто такие адско-мега-адовые чуваки. Ну, я говорю про музыку, да, там вообще такие брутальные товарищи, они в жизни все время ходят, все такие волосатые, страшные и жесткие. Ну, мы-то знаем, что нормальные люди всегда добрые и отзывчивые в обычной жизни. Я к чему задал вопрос. Музыка для Антона – это жизнь, это хобби, это интерес, это работа. Что это? Это хобби, но такое очень удачное хобби, которое развилось практически до... Ну, это хобби, которое себя поддерживает само и практически себя окупает. Мы все, я скажу уже за всех, мы все работаем, у всех, ну, у троих из нас семьи, жены, дети. Вот, поэтому под концерт мы берем отпуск, обычный отпуск на обычной работе. Из нас ближе всех к музыке, наверное, наш барабанщик Евгений, потому что он, пожалуй, занимается только барабанами, вот, и стремится сделать это, наверное, делом в своей жизни. Но, ну, это мое мнение, тоже за него скажет он сам. А для нас основной заработок, конечно, лежит в стороне от группы. И, к счастью, мы можем позволить себе вот и, в общем-то, играть на инструментах, на которых хочется, и играть музыку, которую хочется. В этом плане мы ни от кого не зависим, только как друг с другом договоримся. И ездить куда хочется, когда нам захочется. То есть, к нам поступают постоянно какие-то предложения из разных городов, там, и из разных стран. Вот, большое, наверное, счастье, что есть возможность у нас выбирать из предложенного и останавливаться на чем-то самом интересном. А может быть, это и грустно, не знаю. Нет, почему? Это бесспорно не грустно, это интересно, когда... Мое мнение, мое мнение, если у музыканта есть право выбора, это очень здорово, потому что большинство, или, скажем так, у многих музыкантов, как правило, право выбора отсутствует, во принципу, потому что играть больше негде, поэтому я играю здесь, потому что играть больше не на чем, поэтому использую этот аппарат, ну и так далее. Ну, в общем, да, такие мысли у каждого музыканта, наверное, закрадываются, у профессионального. Говоря вообще о концертной деятельности, говоря о ситуации, там, не знаю, в стране, в мире, ну, я имею в виду, общая ситуация такова, мы говорим про тяжелую музыку, ну, про живую музыку, вообще скажем так. Многие сетуют, мол, посещаемость падает, причем сетуют также на Западе активно, я сам часто там бываю, и как музыкант, и как и по работе. Вот, что ты можешь, вот, твои наблюдения каковы, когда ты бываешь, ну, в составе группы Каталипси за рубежом в Европе. То есть, у них все лучше, у них все хуже, у них все иначе. У них все по-другому, да, это правда. У них все маленькое, у них между городами там по 100-200 километров. Поэтому, в каждом городе, по маленькому клубу, для них посещаемость 100 человек, это битком. Ну, и, соответственно, и вот порог окупаемости концерта ниже. У них совсем по-другому все делается. У них клуб, это пустая коробка, как правило. Группа приезжает со своим аппаратом, со своими барабанами полностью, со своими головами, со своими кабинетами. Даже иногда своя коммутация нужна полностью, чтобы весь зал подзвучивать как-то. Вот, то есть, экономически там все с ног на голову, не как у нас. У нас клуб, это какой-то бывший ДК, там стоит аппарат обязательно. То есть, музыканты все приходят, там, гитары в чехле принес, там, воткнулся, провод у кого-нибудь одолжил, воткнулся, и все, ты музыканты играешь. У них как-то это совсем по-другому развивается, по-моему, у них и с музыкальными школами какая-то совсем другая история, с образованием совсем все по-другому. И входной билет в музыку такую, в группе, он стоит гораздо дороже, потому что нужно покупать нормальный инструмент, нормальное оборудование, нужно обязательно покупать бошку. У них почему-то у всех ламповые головы дорогущие. Расскажи пару слов о предстоящих фестивалях. Насколько я, опять же, проверял в интернете, несколько фестивалей, которые я проверил, будут проходить в разных странах Европы. Что это будут за фесты, с какими командами вы будете играть на них? Да, у нас в конце мая будет выступление на швейцарском фестивале Rock the Hell. Это ежегодный фестиваль, где-то там он в Альпах находится, судя по всему, где-то прямо на какой-то горе. Ну, посмотрим, что будет, не знаю. Ну, вроде все хорошо, там хорошие организаторы, все как-то достаточно оперативно и заранее делается. У них, причем, частенько это все делается за счет всяких муниципалитетов, то есть за государственные деньги. Даже вот такие дэтметаллические фестивали, в том числе и этот Rock the Hell, нас там полностью приглашает все, так сказать, обеспечивает приглашающая сторона. Потом в начале июля, там с первого, с 30 июня по 2 июля мы будем участвовать в фестивале. Забыл, как он называется, точнее там название по-португальски, поэтому я боюсь ошибиться. Но португальский фестиваль, где-то на берегу океана, все, что я знаю. Фестиваль много групп, трехдневный, летим в Лиссабон, пока это вся информация на сегодняшний день. Но билеты куплены, мы объявлены, так что все точно. Самое значительное для нас, наверное, событие, не наверное, а точно, это выступление в августе на немецком фестивале Patti Sun. Это очень большой фестиваль, в принципе, весьма значительный для в мире металла и может даже рок-музыки. Ну, скорее металла, да, это тяжелый фестиваль. Тысяч там на 15-20, наверное, на летном поле, где-то там в середине Германии. Давай поговорим немного о концертном звуке. Поделись опытом, вообще, наверняка ты разные варианты коммутации для себя выбирал. И что ты думаешь о разных типах коммутации и формировании гитарного сигнала на сцене? Ну, ты знаешь, честно говоря, я, конечно, очень люблю читать про все новинки от АМТ. И вот, собственно, и Панге, я вот новости о ее выходе с удовольствием ждал и смотрел, что это. И несколько раз даже чуть не купил, но успел себя отговорить, потому что я понял, что в моей деятельности не могу никак придумать себе, к сожалению, для нее никакого применения. Потому что в линию ни разу, наверное, за последние лет 8 мне приходилось включаться. Но я знаю, что это очень нужная вещь. Я втыкаюсь сейчас с преампа. У меня тракт, грелка, хитр, потом преамп B1. И потом я втыкаюсь сразу в ретерн головы. Всегда на сцене есть какая-нибудь голова гитарная. Получается, где-то там процентов на 60 звук всегда мой. Процентов на 40 это оконечник той головы. Но он не такую уж большую роль играет, я думаю. И, собственно, дальше я все рулю уже со своей педальки. И весь мой звук всегда со мной. И никаких проблем. Но Панге и пользоваться не приходилось, не доводилось. Но мне очень понравилась идея, которую вы показали сейчас на шоу во Франкфурте. Собственно, вот эта педаль. Напольный вариант Пангеи с кнопочками. Это очень для меня интересно. Я буду смотреть, что в ней есть дальше. Потому что, насколько я понял, там есть различные эффекты. Там важно где-то просто остановиться. Потому что разработчики пытаются услышать все мнения на гитар-плеере. И сидел, читал обсуждения. А добавьте стерео вход, а добавьте стерео выход, а добавьте там то, а добавьте все. Может быть, ты бы хотел какую-то идею высказать для ребят из MT Electronics. Ребята, а сделайте 28-й выход в этом преампе, например. Очень было бы здорово. Сделать модульные бошки, как у вас модульное питание есть. Также взял два стонхеда, соединил, и они стали 100-ваттным стонхедом. А ты на самом деле в воду глядишь? Но об этом чуть позже. Ну, 100-ваттный стонхед мне тоже очень интересен. И мне, и Диме. Мы его очень ждем. Обязательно послушаем, когда он будет. То есть вопрос для тебя, если я правильно понял, чтобы мощности все-таки побольше было для живой работы на сцене. Может быть, да. Знаешь, мы вот на студии записывали сначала сигнал гитарный, потом реампили его. Потом мы собрали много голов, кабинетов, разных конфигураций. И слушали. Ну, и в том числе и АМТ тоже послушали. Вот, я могу и тебе, и вам всем уверенно сказать, что, по крайней мере, вот ушами разницы не было слышно. Ну, вот, когда находишься в комнате, играешь на гитаре, и переключаешься из какого-то там дико замоденного усилка в АМТ, в принципе, качество звука весьма сопоставимое. Ну, не знаю, как сказать, чтобы быть убедительным. Я не обманываю людей и не вру, поэтому, может быть, у кого-то оценки были бы совсем превосходные, когда он говорил бы о том же самом. Но я отвечаю, что звук был очень крутой. Но пожелание нашего звукорежиссера было иметь именно 100-ваттный звук, чтобы максимально раскачать динамики, чтобы практически динамики рвались там при записи. Поэтому все-таки мы решили этот эксперимент приостановить, да, может быть, до следующего раза. Вот, и записались через 2 100-ваттных башки. Абсолютно все интервью такого плана, которые я делаю вместе с нашими друзьями, с эндорсерами, очень тщательно просматриваются инженерами за MT Electronics, особенно тот подраздел, где я прошу высказать определенные пожелания. Потому что вот совокупное мнение на том же guitarplay.ru в принципе формирует как минимум и функционал прибора, ну и иногда просто позволяет найти какие-то недочеты или ошибки на стадии проектирования. Вот, поэтому мы тебя услышим. Да, к чести компании АМТ, кстати, да, вот, и ее представители всегда сидят на всех гитарных форумах и даже, собственно, живо со всеми общаются, ввязываются во все дискуссии, холивар, и достойно везде держат ответ. Какие бы ты рекомендации мог выдать, ну, скажем так, не совсем начинающим музыкантам, но музыкантам, которые вот только-только стоят на путь гастрольной жизнью, которые наконец-то отважились выехать за пределы родного села, за пределы родного города, куда-то там направиться, но не имеют абсолютно никакого представления, как это работает. С чего ты бы им предложил начать? Ну, самое главное, наверное, с моей точки зрения, не кидать слишком много понтов. Потому что таких, как там, таких, как он, как он, таких, как я их кучи, в принципе, незаменимых людей нет. И если хочешь, если хочется чего-то добиться, то надо работать и этого добиваться. И тогда ты заслужишь какого-то уважения. Хотя есть другой кардинально противоположный подход, наоборот, да, ничего из себя не представлять, а вести себя как суперзвезда и тоже никогда не сдаваться и делать так, и рано или поздно это тоже может привести к какому-то успеху. Поэтому из этих двух вещей можно вывести третью вещь. Что если ты твердо чего-то хочешь, что-то представляешь себе внутри, что-то представляешь из себя, и гнешь свою линию, то рано или поздно это получится. Вот и все. Если не получилось, значит, либо силы воли не хватило, либо не хотел, либо ленивый. И все. И это нормально, мы все такие. Ну, то есть, друзья, по факту, вот если перефразировать то, что сказал Антон, если есть цель, нужно делать все, чтобы ее достигнуть. Да. То есть меньше слушать кого-то там, меньше слушать каких-то там людей, которые говорят, делай так, делай сяк, пробуйте. Ну и напоследок, хотелось бы от тебя услышать пару, ну, наверное, интересных слов в адрес той команды, МТ Электроникс, которая занимается постоянно разработками и продвижением своих продуктов. Что бы ты им пожелал? Ребята, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Я, как человек, у которого периодически возникают, как это называется, рецидивы газа, гераквизишн синдрома, вот в части именно формирования звукового тракта, вот благодаря МТ Электроникс я остановился, остановил свой выбор и сэкономил кучу денег и получаю массу удовольствия. И спасибо вам, ребята, за это и продолжайте, пожалуйста, работать. Вот мы с Димой, с нашей стороны, при любой возможности стараемся всем рассказывать о том, на чем мы играем и почему надо играть именно на этом. Спасибо огромное, Антон, что нашел время, наконец-то мы с тобой пообщались, очень рад был личной беседе. Взаимно. Ну, а с вами был Иван Димичев и Антон с замечательной группой Каталипси. Будем на связи, скоро увидимся. Пока. Пока.